для близнецов гадание с пристрастием уж извините у меня есть личные причины и поэтому классика таро райдера и уайта прошу вашего внимания и самое главное дорогие близнецы напоминаю это заканчивается поэтому август надо прожить один месяц за 31 этот месяц август нужно прожить как целых три летних месяц которые мы в общем пропустили уже и такое угадание на полный расклад на 12 домов с диак от то есть мы будем говорить про абсолютно про все центральная карта так забегая вперед скажу что деньги у близнецов ну хотели бы денег не откажетесь наверно очень простые карты вы знаете вот эти классические колоды поэтому для вас будет такое быстро и мне кажется очень такой блиц гадание то есть по таким картам легко очень легко рассказывать очень легко все видно просто без сомнений все значит достаточно у близнецов центральная карта который задает погоду месть скажу так сразу что вообще карты ну не прямо вот самые благополучные блестящие но очень может быть это много извинит и скупит в центре рыцарь пентаклей что такое рыцарь пентаклей это движение денежных массов знаете иногда меряют бизнес прибылью чистыми да а иногда оборотом и это вот это разно это имеет значение конечно так вот рыцарь пентаклей это именно оборот не факт что у вас в концу августа останется на счету хоть какая-то сумма понимаете вы можете все потратить но и получите много и потратите много это касается может касаться как семейного бюджета или личного бюджета получили свою зарплату потратили на себя и все много вот это может касаться и денег которые в бизнесе у вас в обороте ли это семейный бюджет какой-то обмен может быть деньгами старым с друзьями с родственниками так например по с рыцарем пентаклей вы можете кредит какой-то большой получить но потом также и вернуть его то есть получается что в руках у вас большие деньги побывать но не факт что что-то осталось но в целом очень вдохновляющий карта советуют вам дорогие близнецы очень материально материалистично практично смотреть вообще на самые разные вещи вдохновляет отшельник в первом доме на своем месте карта вы идете своим путем кто-то уже идет вы это знаете да в профессии в бизнесе тогда это благополучное продолжение может быть всего на новой работе тот как раз в августе придет у вас понимание что а вот это да вот это вот я попала случайно оказывается мне так нравится и ощущение что по судьбе и так хочется этим заниматься то есть вот какой какая-то отшельник это же знаете карта максимальной осознанности когда она выпадает в первом доме я считаю что это лучше не придумаешь то есть это вот именно человек который познал себя познал людей и мир и знать знание чем заниматься то есть вы можете какой-то талант в себе наконец-то открыть и реализовать склониться в пользу к той или иной сферы деятельности а еще отшельник очень часто очень часто говорит про скорый брак говорит что девушка одна не останется а выйдет замуж в скором времени но это сами смотрите там уж вы хотите не хотите замуж может вы уже там большие перемены вас ждут в деньгах вот источник доходов и расходов вообще статьи доход доходов расходов с этим что могут поменяться развернуться на 180 градусов то есть вот и деньги из других источников появляются и платить приходится за что-то другое и тратить на что-то новое оптимистично смысл этого аркада это конечно начало новой денежной дороги то например новая зарплата в которую вы почему-то так знаете безрассудно смело бросаетесь бросаетесь не не в зарплату а естественно занятость да в какую-то работу это может быть и начало бизнес-проекта какого-то маленького или большого и соответственно это тоже беспокойство о прибылих будет или не будет дальше вот эта глупость то есть глупости денежные обязательно наделаете эта карта без глупости никогда не обходятся то есть глупые покупки совершить или ну какое-то разбазаривание может быть денег и надежд и тем не менее вот в сочетании ведь они подряд вот эти две карты прекрасно они описывают человека который пусть с ошибками но нащупывает вот прям свой путь и в том числе в деньгах это прекрасно повседневной жизни во что-то напугает и этот испуг может быть любого уровня и любого на любую тему повседневная жизнь от бытовых проблем знаете вот это вот девятка истерика то в третьем доме это может быть могут быть какие-то неполадки не знаю там с домашним оборудованием с дом с обслуживанием может быть дома это могут быть и большие нервы связанные с окружением например с друзьями переживать бояться за кого-то из друзей например все кто-то заболеет из друзей ну то есть вообще-то беспокойное время беспокойство третий дом беспокойство каждого дня это это повод для истерики может у вас прямо в начале месяца образоваться и дальше такая вас как бы сопровождать перманентно дома достаток порядок изобилие и праздник торжество любви торжество покоя взаимопонимания и что-то такое застольное даже есть это ваши родственники дом квартира в общем то что у вас дома происходит интересного вот дома просто будете праздновать и это хорошие новости для тех кто устал работать и наконец-то хочет дома посетить да может быть это какой-то очень счастливый отпуск августовский вы проведете вот просто дома наконец-то закроетесь и будете там какие-нибудь закрутки делать и при этом смотреть телевизор и в общем ничего больше не надо то есть это уютная такая домашняя карта всегда коллектив на ней какой-то есть то есть будут люди которые с вами это застолье этот мирный семейный праздник разделит простая безмятежный карт она может быть не очень вдохновляет тех кто жаждет больших перемен если вы например переезд хотите то вряд ли напрямую такого обещания тут нету его и с кем с кем-то тем более хотите поссориться поскандалить или даже разъехаться в это время то нет не разъедетесь потому что некогда будет встать из-за стола чтобы разъехаться наш встать сначала тут как будто бы у вас такой один сплошной праздник это все очень сложная тема любви максимально сложная наверное самое сложное во всей этой историю близнецов видите тема любви ту злодейка тут нет так плохо но про любовь вот просто просто женщина просто как тени соперницы тень какой-то злодейки вам выпадает тоже эта женщина очень по-разному может проявиться быть причастны к вашим любовным делам но самое простое толкование конечно это то что вашим именно сердечным делам помешает соперница или вам предстоит узнать что есть соперницы ли она только что появится и может быть она будет абсолютно воображаемой как большинство соперниц они же только воображение существует естественно но неважно вы будете думать о другой женщине не столько как не часто приходится это говорить вот когда я провожу личные консультации очень часто приходится мне это говорит что вы больше обращаете внимание на соперницу то есть на другую женщину чем на самого мужчину за которого как бы боретесь с двух сторон вот обратите внимание на соперницу много будете они говорить думать может быть даже общаться и вот а так карта предупреждает если это в соперничестве не очевидно тогда карта предупреждает имейте ввиду если будет новое знакомство она не исключено естественно новое знакомство то возможно мужчина изначально не свободное достанется новые об этом как-то как-то не узнаете краем мечей женщина которая будет воду вам в любви мутит любовную историю кстати если даже у вас любви полный штиль и ничего не происходит не знакомств не писем не сообщение не разговоров не свидание то обратите внимание что королева мечей это еще и такая несколько магическая фигура и карта обозначает например то есть допускает магическое вмешательство ваши любовные дела это разные рассорки привороты отвороты порчи и так далее то есть не игнорируйте тоже эту тему ссора на работе но это самое плохое сказала конфликт на работе ссора хотя вот на какой работе дорогие близнецы давайте разберемся еще на какой работе ссора то у вас если у вас работа заработки меняются карьера меняется то есть наверное работе какие перемены большие то есть максимум плохого очень сильный открытый безобразный конфликт на работе сами смотрите нужен ли он вам потому что все таки вы можете его избежать а может и не можете ну это есть если работой дорожить не ищите правду то придется искать новую работу то есть очень близко конфликтная тема а в самом оптимистичном а далее между ними датка такая шкала вот а нуля до десяти в самом оптимистичном проявлении это рыцарь мечей это тоже знаете такое озарение прозрение какой-то прорыв как как изобретение знаете человек изобрел для себя новую работу то есть не просто нашли новую работу это одно а именно изобрели в вас вдруг осенило яблоко упал на голову как вдруг осенило где ее надо искать кем работать к в каком месте какое место идти и это такая прекрасная карта откровенная очень для предпринимателей естественно да то есть какие-то у вас нововведения новшества интеллектуальные технологичные вот прогрессивные очень идут в бизнесе в работе то есть это изобретение какое-то что интеллект тоже здесь это карте вот и работа вообще в целом спориться быстро но знаете кто тут зависит от вибрации на которых живет человек у как то попроще вот кто пониже вибрирует для тех это скандал а кто более мозгами живет для тех это как раз изобретение не какой-то интеллектуальный такой прорыв дословно ваш партнер вот кого вы словом партнер сейчас можете назвать может быть мужем может быть там партнера по бизнесу ну скажем так какой-то человек с которым вы безусловно очень связаны делами деньгами общим домом общими знакомыми общими обязательствами в общем партнер так условно какой-то человек будет вас сильно сильно нуждаться и ни за что вас не покинет по пятерке пентаклей часто возвращаются бывший очень но как возвращаются показать вам картинку вот так возвращаются ведь в рубище на костылях вот так вот по первому снегу ну то есть видите ли как бы хорошие карты плохая то есть если вы сейчас ждете письма там какого-то возвращения блудного сына домой вот это вот все туда очень даже карта вам это все обещают очень даже и но все равно будьте внимательны обязательно за радостью встречи анализируйте почему он пришел к вам а может быть его просто как бы отовсюду из других места в общем и попросили вот эта соперница выгнала его вот он к вам и пришел понимаете когда денежные дела большие особо не идут потому что вы просто это не хотите не будет у вас желание интереса что-то большое продавать покупать вкладывать инвестировать в общем абсолютно вы махнули рукой отложить на какое другое время ну и ладно интересное знакомство в основном романтическое идет по девятому дому за граница вот внимание близнецы за граница все что для вас связано за границей учеба работа поиски счастья может быть женского поиски любви новость очень приятная очень радостная и это ровно в том месте ну коту вместе далеком от вашего дома так скажем тут смысл девятого дома именно в этом почему говорим за граница да мы как бы обобщаем но изначальный смысл наполненность этого дома была в том что это вот люди и все что происходит далеко от вас но тем менее вас касается паш кубков это еще и ребенок это может быть например какие-то новости от ребенка из-за границы или поступление вашего ребенка в заграничный университет в общем ну все достойно радости аплодисментов новое знакомство и связаны с учебой может быть я бы сказала так если вы одинокие если вам это сильно надоело ступаете к вы куда-то учиться потому что вот там у вас прямо таки призрак новой любви где-то маячит и снова мы обращаемся все-таки к теме вот дома дома и брака большой шанс поменять свой социальный статус достается близнеца а вот за счет чего для кого-то за счет денег действительно потому что у вас меняется денежная история и меняется соответственно ваше место на социальной лестнице для кого-то за счет брака для кого-то за счет карьеры однако тут спинтакли вот редко описывает строго карьеру именно карьерный рост там какое-то формально новое место это скорее вот все вместе все как бы в купе в комплексе но это большой счастливый шанс шагнуть в новую жизнь в чем-то прославиться может быть в чем-то стать выше заметнее известнее популярнее авторитетнее и опять же я так скажу вашем случае этот шанс очень собирательный вот потому что во первых это и с работой профессии с талантами связаны потому что у вас здесь какое-то внезапное обретение себя близнецов выпадает это связано и с денежными проектами с любовью от счастья но какой общий наверно не пропустите этот шанс и знаете да туз если выпадает это значит надо ушки на макушке держать и все время смотреть и оглядываться а где он этот шанс для кого-то шанс на карьеру хотя более смысле денег а для кого-то шанс на брак именно брак но я сейчас не буду возвращаться и уточнять почему этот брак откуда кто зачем это пишет вы сами разберете далее знакомство с полезным человеком вождет знакомство ну в основном с казенным королем где можно познакомиться конечно на работе конечно это связи с работой или с каким-то бизнесом на человек нужный то есть у вас знакомство в августе идет с влиятельным лицом может быть какой-то государственная должность занимает и может вам так нельзя говорить конечно может вам какую-то помощь именно от своего положения давать может консультативно да какую-то помощь не будем уж мы там сильно грубить вот и ощущение опять какой-то брачный тут я в основном женщинам близнецам обращаясь видите по 12 дома у вас какой-то итог итог августа опять смотрите смена статуса этот смена статуса идет очень многие женщины близнецы выйдут замуж да может быть а может быть просто на пороге кажется то есть на пути где-то прям вот около знаете можно в загсе находиться можно на ступеньках стоять и фотографироваться вот вы может быть пока на ступенька потому что у вас тут императрица выпадает именно в двенадцатом доме то есть это ощущение только внутри вас вы уже состоялись как женщина как жена как даже какая цатисфакция какое-то удовлетворение в любви вы внутри себя носите наружу может быть не показывайте вообще так как по нотам получается что к вам кто-то кто-то из бывших от соперницы вернется но побитый совсем да поэтому вы на эту женщину на соперницу разозлитесь однако чувство глубокого удовлетворения и чувство что вы победили есть и ощущение что вот уже вот-вот состоится брак ну или вернется до браки же иногда заново заключается иногда срастается восстанавливается это тоже тут много слов есть так итальянский оракула на один совет для близнецов таллина совет итальянского оракула прямо достаю одну карту говорю как она называется если сама вспомню конечно а вы уже дальше ну мы прикиньте воображение ассоциативный ряд ваш должен сработать а лучше вот что сделайте задайте ваш вопрос вот задайте сейчас прям ваш вопрос конкретный вполне там вплоть до покупать мне эти туфли или нет вот конкретный и все и вам одна карта руку ответить не факт что я конечно о мерканта мерканта это богатство по моему богатство ну связано по крайней мере с богатством да вот все это ответ богатство деньги возможно зарабатывать возможно что-то сохранить если кстати вы правда про туфли спросили то карта это говорит что покупаете у вас достаточно денег это будет хорошие инвестиции но только покупайте самые дорогие до каких сможете дотянуться красиво